Здравствуйте! Это Любовь Соболь, студия Навальный Лайф. В еженедельном эфире, который должен был вести Алексей Навальный, сегодня проведу я. Обычно этот эфир ведет Алексей Навальный, когда мы его заменяем, это значит, что случилось что-то плохое и неприятное. Это значит, что Навальный, наверное, отбывает административный арест по очередному незаконному делу в связи с каким-нибудь митингом, который он организовывал в поддержку граждан нашей страны. Но сегодня события трагичные и очень важные. Навальный был отравлен сегодня и сейчас его состояние стабильно тяжелое. Он находится в коме на искусственной вентиляции легких. Он должен был провести сегодняшний эфир и рассказать про важные события, которые происходят в нашей стране, как всегда поделиться своим мнением о главных новостях России. Он должен был осветить протесты в Куштау, где отважные и смелые жители Башкирии отстаивают свою родную землю. Он должен был рассказать про умноголосование, стратегия, которая, как говорит обычно Алексей, должна нахлобучить и сделать очень больной единой России и жуликам из Кремля. Он должен был рассказать про протесты в Белоруссии, про отважных жителей страны, которые сражаются за свои перемены и отстаивают свои права. Он должен был рассказать про Хабаровск, где жители продолжают выходить уже второй месяц и требовать, чтобы они принимали решение, а не Кремль, кто будет управлять их регионом и как он будет это делать. Но этот эфир проведу я, потому что сейчас Навальный находится в тяжелом состоянии. Я расскажу о последних новостях и что мы знаем на настоящий момент. Что произошло? Сегодня в 6.43 утра в твиттере Кера Ярмаш, пресс-секретарь фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, написала твит о том, что Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, самолет экстренно... Нет новостей о состоянии здоровья Алексея. Как дела в этом плане? Все по-прежнему примерно так же. Сейчас Иван Ждан, с вами Анастасия Васильева, лечащий врач Алексея, и жена Алексея Юлия находятся у главврача. И пока совершенно не ясно, что будет происходить дальше. Сам Алексей находится в том же самом состоянии, в стабильном, тяжелом. Он по-прежнему в коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания, и по-прежнему нет никакого диагноза, неясно, чем именно он был отраблен. И нам пока не дают никаких документов на него, и поэтому его невозможно никуда транспортировать из Омска. А это, в общем-то, первое, что мы хотели бы сделать еще. Кир, я смотрел видео, когда выступал вот этот врач перед журналистами, и единственное определенное, что он сказал, это то, что они исключают версию намеренного отравления. То есть вот остальное они все ничего не знают, а вот это вот они знают точно. Мне это как-то прямо резонуло, слух. Ну, это неудивительно, потому что, честно говоря, преднамеренное отравление – это единственное, что можно подумать в этой ситуации. Невозможно отравиться плохим чаем настолько, чтобы спать кому. Поэтому, конечно, это было преднамеренное отравление. И, конечно, сейчас врачи говорят, что это не так, только потому что, ну, они их запугали, очевидно. Когда я ехала с Алексеем в машине скорой помощи, в эту самую больницу, врачи самой скорой помощи, еще не понимая, насколько масштабно происходящее, говорили непрямым текстом, что, конечно, это некий токсин, его отравили неким токсином. Это очевидно. Скажи, пожалуйста, а вот расскажи вкратце цепочку, как развивались события. То есть, вот вы приехали в аэропорт, посидели в этом кафе, он, я так понимаю, выпил только один чай, и плохо ему стало уже в самолете после взлета. Ты же вот была с ним рядом. Как это происходило все? Да, все верно, так все происходило. Мы утром встретились в гостинице. Алексей, я прекрасно чувствовал. Мы приехали в аэропорт, прошли уже в стерильную зону. Нас на посадке еще оставалось довольно много времени, и мы сели там в кафе. Каждый из нас пил разное, и Алексей пил черный чай. Ему принесли просто стакан с кипятком и отдельно чайный пакетик, который он говорил. После этого мы пошли на посадку, с Алексеем все по-прежнему было совершенно нормально. Мы сели, стали взлетать, и минут, наверное, через 15 после взлета он сказал мне, что он очень плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку вытереть лоб. Потом попросил меня с ним поговорить, сказал, что ему нужен какой-то голос, на котором он будет концентрироваться, будет слушать, может быть, ему станет легче. Я начала говорить, и через несколько минут к нам подъехала тележка с водой, я спросила Алексея, не поможет ли ему выпить воды. Он долго смотрел на тележку, потом сказал, нет, наверное, мне нужно отойти. Встал, дошел до туалета, его долго не... Просто объявили по крестьянину, что ищут врачей на борту. Ну и тогда мы, я и еще коллега, мой коллега Илья Пахомов, мы побежали в хвост самолета, куда Алексей уходил, нашли его там, он просто лежал, его положили на полу в отсеке, где обычно находятся бортпроводники, пытались его каким-то образом откачать, нашатырем, поили его водой, но он уже был для сознания. То есть он тогда потерял сознание и больше в сознание с тех пор не приходил, правильно? Да, да, все правильно. То есть было принято решение экстренно снижаться в любом ближайшем городе, где есть аэропорт, и это оказался Омск. До него еще, честно говоря, пришлось лететь некоторое время, но мы довольно присели, насколько это было возможно. Машины скорой помощи подогнали прямо к трапу, долго не могли разобраться с носилками, не могли решить через свой выход, вывозить Алексея. На самом деле там была чудовищная неорганизация. Но наконец-то мы все-таки смогли поместить в скорую помощь, там поставили капельницу, ну вот, мы поехали в больницу, и это просто на самом деле станция помощи. И поэтому теперь, когда Песков заявляет, что лучшие врачи занимаются Алексеем, его состоянием, ну, конечно, вранье, я не знаю, какие здесь врачи, но здесь как бы обшарпанная, крохотная больница, в которой не может быть никакого оборудования для того, чтобы делать все нужные исследования. И поэтому его необходимо как можно скорее отсюда перевозить в какую-то более нормальную оборудованную больницу, как минимум. Но мы пока не можем этого сделать, потому что нам не дают документы. То есть вот эта больница конкретно, где он находится, она не приспособлена для реанимации вот больных с такой интоксикацией? Да, конечно, ровно так. Это, я говорю, это обычная, это обычная станция скорой помощи без каких-либо особых средств. Скажи, пожалуйста, ну и вот про то, что сейчас несется из-за всех этих кремлевских помоек. Я-то просто следил и переписывался с ним все эти дни, когда он был в Сибири. Я так понимаю, что у него был очень плотный рабочий график. Они там рассказывают, что он что-то там пил, гулял. Но я знаю, что это было все не так. Вот прокомментируй, пожалуйста, вот это. Это абсолютно было не так, потому что у нас был действительно очень насыщенный рабочий график. Мы с утра до вечера занимались делами. Конкретно вчера Алексей ничего не пил и сегодня утром никаких таблеток от похмелья он не ел. То есть он был в абсолютно прекрасном состоянии и вчера он был в таком же прекрасном состоянии. То есть, по крайней мере, ничего как бы сам антравиться он не мог так. Да, я понимаю. Ну, передай, пожалуйста, от нас всех слова сочувствия и пожелания, вот как-то, чтобы это все скорее разрешилось в позитивном плане. Алексею стало лучше, он пришел в сознание. Ну и, конечно, это просто ужас слышать вот это все про произвол, который творят силовики и врачи, которые присоединились к ним. Держитесь там, ребят. Мы надеемся, что выйдем еще с вами на связь. Большое спасибо, Кире Ярмыш. Это была Кира Ярмыш, которая давала сегодня комментарии Владимиру Милову. Прямой эфир Владимира Милова, которое сегодня прошло в 16 часов, висит у нас на канале Навальный Лайф, вы можете его полностью посмотреть. И Кира Ярмыш описывает события и говорит о том, как Навальному стало плохо и что до этого он пил только чай. Никакого алкоголя он не употреблял и употреблять не мог. И меня сейчас в течение дня спрашивали журналисты, а что Навальный делал в Томске? Очевидно, что сегодня Навальный летел на наш прямой эфир, который он должен был вести сегодня 8 часов на канале Навальный Лайф, где рассказывать о главных событиях, политических событиях России. И что он делал в Томске? Очевидно, он был с рабочим визитом. Очевидно, он делал... Это была рабочая поездка по регионам России в рамках стратегии умного голосования. Какие-то спрашивают подробности, были расследования или что, какие съемки и так далее. Мы никогда не разглашаем информацию о наших предстоящих расследованиях, но что я могу озвучить публично, то что Навальный был в Томске, в Новосибирске и в регионах последние несколько дней с рабочими визитами. Он работал в рамках стратегии умного голосования, был там с командой, встречался с региональными штабами. И никакого алкоголя он не употреблял, никаких праздновал образа жизни. Это был не отпуск, это была именно рабочая поездка, из которой Навальный сегодня возвращался в Москву, чтобы сегодня принять участие в своем еженедельном эфире на нашем канале. Что касается Томска и умного голосования, я про это еще скажу, наверное, под конец эфира. Но самое главное, что сейчас вы видите на своих экранах, это ссылка умного голосования. И если вы не зарегистрированы на умного голосования, то нужно сейчас прям зайти и зарегистрироваться там. Потому что это та стратегия, которая поможет победить нам, единую Россию и тех жуликов, которые делают так, что в нашей стране просто небезопасно жить. Будь ты рядовой, гражданин России, будь ты главный оппозиционер страны, ты просто не можешь быть в безопасности, потому что в Кремле сидят люди, которые хотят сохранить свою власть любой ценой. Поэтому заходите на сайт умного голосования, ссылка сейчас на ваших экранах, регистрируйтесь там. И перед выборами мы обязательно пришлем вам информацию о главном оппоненте Единой России, именно вашем избирательном округе. Вы не пропустите эту информацию, она придет на ваш электронный адрес, который вы указываете при регистрации. Все данные, которые вы оставляете нам при регистрации, они конфиденциальны. Мы их защищаем, поэтому можно не бояться оставлять свою там электронную почту. И опять же, приходите на выборы, голосуйте против Единой России, за самого сильного оппонента действующей партии власти. Что касается того, как развивались события, то хотелось бы вернуться с самого начала и показать видео, которое очевидец заснял на борту самолета. Сначала этот очевидец выложил фотографию, как Алексей Навальный пьет чай в аэропорту Омска. И это единственное, что пил Навальный сегодня утром перед полетом. Позже этот же очевидец выложил видео, как Навальному стало плохо. Слышны крики Алексея Навального. Очевидно, что в тот момент он уже находился в каком-то очень тяжелом состоянии, после чего он потерял свое сознание. Субтитры подогнал «Симон» Вот сейчас на экранах вы видели видео, которое сегодня облетело все социальные сети, как Навального транспортируют в машину скорой помощи уже в бессознательном состоянии самолета. Как сказала Кира Ярмыш, эту вставку мы давали чуть ранее. В какое-то время самолет еще снижался, искал место для посадки, летел в Умск. И все это время Навальный был уже без сознания. Что касается ваших комментариев, то я постараюсь на них тоже отвечать в прямом эфире. Павел Борисов пишет «Уважаемая студия Навальный Лайф, не отменяйте сегодняшний эфир. Расскажите на всю страну то, о чем Путин не хочет, чтобы рассказывал Навальный». Павел Борисов, вот вашу просьбу мы выполнили. И в этот эфир мы вышли. И несмотря на тяжелое состояние Алексея Навального, этот эфир веду я. И я обязательно расскажу об омном голосовании. Это именно то, что Путин не хочет. О чем мы не рассказывали в этом эфире. Он очень хочет нас всех запугать. Он очень хочет, чтобы мы боялись, чтобы мы прекратили свою деятельность, чтобы мы сдались, чтобы мы не отстаивали интересы жителей нашей страны, вообще будущее нашей страны, и чтобы мы не сопротивлялись всего Единой России, позволяли этим жуликам править и вечно. Но мы, адекватные, справедливые люди, которые хотят перемен, которые хотят жить в обществе, где главного оппонента Кремля не отравляют, и который не находится в коме, будем дальше работать. Что касается других вопросов, очень много их приходит в чат нашей прямой трансляции. Вильям Фостер пишет. Любовь, в некоторых телеграм-каналах прошла информация про отек мозгу Алексея. Можете прокомментировать, вброс ли это? Насколько я понимаю, действительно вброс, потому что сейчас нелечащему врачу не дают диагноза, не дают результаты анализов, не дают медицинскую карту, и точно установить причину отравления и так далее сейчас невозможно. Но отек мозга, как я понимаю, не подтверждает Минздрав, и это был, скорее всего, информационный брос. Я опять же призываю не верить информации с анонимных и не только анонимных телеграм-каналов. Я призываю за все актуальные информации обращаться в Твиттер Киры Ярмыш, пресекретаря ФБК, и смотреть именно там. Только там будут проверенные новости, которым можно доверять. Почему жена Алексея не говорит, как он ее пускали в палату? Это говорит, ну, я сейчас всем журналистам советовала, что не доставайте Юлию Навальную. Я сейчас, наверное, не до этого. Вся информация, опять же, транслируется со стороны нашего штаба, со стороны Фонда борьбы с коррупцией, через Кирю Ярмыш. Она опубликует все незамедлительно в своем Твиттере-аккаунте. Поэтому смотрите все там, там актуально проверена информация, то, что мы знаем на настоящий момент. Как развивались события? Наверное, те, кто не следил за социальными сетями, не видели о том, что после того, как Навального транспортировали в больницу скорой медицинской помощи в Омске, врачи этой медицинской организации обещали, они сделали анализы и обещали результаты этих анализов огласить в течение двух часов. После этого они отложили и сказали, что мы огласим их потом. После этого они делали какие-то пресс-подходы. После этого они сказали, что, наверное, диагноз будет известен вечером. И всячески не давали информацию, наверно затягивали процесс. Получили какой-то информации, лечим врачом Алексея Анастасии Васильевой, членами семьи Киры Ярмаши и членами нашей команды. Мы, наверное, сейчас покажем видео эфира одного из пресс-подходов врача этой больницы в Омске, где он толком ничего не может ответить журналисту, который спрашивает состояние Алексея Навального. Коллеги, готовы? Работаем. Витальский, пожалуйста, имя Павелия и должность ваша. Калиниченко Анатолий Александрович, заместитель главного врача по медицинской части в больнице, в больнице, в больнице, в больнице. На уровне ниже обычно. Во сколько, когда, с какими признаками это у вас состояние? Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице, в состоянии его тяжелого. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей, консилиума и так далее. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но тем не менее симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме. Известно, что причины могут послужить? У нас предпотравление, понятно, от чьей-нибудь. Нет никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть... Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323-й федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее без согласия на того пациента. Есть ли угрозы жизни? Он в коме? Я не могу вам ответить. Вот удивительно, как представитель больницы говорит, что я не могу разгласить информацию, никакой информации нет и так далее. И куча анонимных, помоечных, телеграм-каналов сообщает очень много информации. То есть сейчас уже слили видео из аэропорта и так далее. Соответственно, они не дают эту информацию лечащему врачу Алексею Анастасии Васильевой, его жене Юлии Навальной. Не дают представителю ФБК и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш эту информацию. Но куча этой информации, какой-то там, да, какой-то дезинформации, информации вываливается просто в анонимные телеграм-помойки. Давайте посмотрим второй пресс-подход представителя Омской больницы. Я позволю себе некоторое осторожное высказывание, учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полного диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, уже хорошее. Ну, скажем так, для нас, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак. Повторюсь, на эту минуту времени. Потому что, ну, медицина, это медицина, да, болезни, это болезни, все люди разные, и динамика течения заболеваний может быть совершенно различной. Ну, в сознании или нет сейчас находится? Или так же в коме? Это все, что я могу сказать на это? Алкоголь обнаружен в крови? Если пациент может быть, то, что мы видели, реанимобиль стоит, или будет срочить, что нам повезет? Реанимобили у нас стоят, вот окна привозят пациента. Нет, нет, стоят вот на выходе, там, а просто полиция, просто появилась информация, что вроде бы Александр Кыльевич куда-то привозит. Таких планов нет на сегодняшний день, он получает, еще раз повторю, всю должную помощь в нашем учреждении. Есть, если понадобятся какие-то вещи, конечно, будет все предпринято. Но на сегодняшний день это не требуется. А, еще-таки диагноз. Спасибо большое вам всем. Удачи, нашему пациенту здоровья. И мы будем делать все для того, чтобы наш пациент поправился, выписался и остался доволен. А сегодня будет еще какая-то информация? Спасибо. Прогноз положительный вообще? Мы видим, что представитель больницы никакой полной нормальной информации о том, что происходит с Алексеем Навальным, не давал на этих пресс-подходах. Мы видим, что идут постоянные сливы в анонимных телеграм-каналах, в этих помощных ресурсах. Например, Реми спрашивает меня. В телеграм-канале LiveShot пишет, что стакан с чаем Алексею принес Илья Пахомов из ФБК. Стоит ли этому верить? Я призываю вообще еще раз не верить никаким телеграм-каналам, доверяя только официальному источнику информации со стороны нашей команды, это пресс, это твиттеру пресс-секретаря фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кири Ярвыш. Что касается стакана и чем мог быть отравлен Алексей Навальный, надо, я хотела сказать в конце, но скажу это сейчас. Очевидным образом, Навальный был отравлен либо по прямому указанию, либо согласии с санкцией Кремля. Никто другой это сделать просто не мог. Были это спецслужбы, Пригожин, ФСО, ФСБ, конкретного исполнителя назвать сейчас сложно. Но то, что это отравление, за этим отравлением стал Кремль, у меня лично нет никаких сомнений. За Навального постоянно идет наружка. И, соответственно, когда он живет в Москве, и когда он выезжает в регион, и когда он выезжал на отпуск куда-то за границу своей семьей, за ним всегда ходят сотрудники спецслужб, которые контролируют все его передвижения. Когда Навальный, я, члены нашей команды передвигаемся по стране на поездах или на авиасообщениях, на самолетах, все эти билеты, вся информация по билетам всегда есть у ФСБ и сотрудника спецслужб. Не было никогда. То есть нас караулит из поездов, из самолетов, снимает какие-то снимки, в какой гостинице мы остановились и прочее, прочее. Поэтому вся эта информация всегда предварительно, естественно, была у спецслужб. Навальный из какого самолета будет сегодня вылетать в Москву? Она была заранее. Вот только как оформляется билет, практически сразу информация поступает в спецслужбу. Поэтому организовать, там, не знаю, подменить сотрудников этого кафе, подменить сотрудников всех кафе в этом небольшом аэропорте в Томске не составляет спецслужбу никакого труда. То есть, условно говоря, за час, за два часа до вылета подменить сотрудников, этих официантов, которые обычно наливают, не знаю, там, чай и кофе, на специальных обученных сотрудников спецслужб нашим властям не составлять никакой сложности. Поэтому кто конкретно, да, то есть это было отравление через одежду, через, там, не знаю, какой-то укол, через чай и так далее. Сейчас сказать сложно. Мы только знаем одно, что Навальный никакого алкоголь накануне не употреблял. В это утро перед отравлением он пил только чай в аэропорту и никаких там других, да, там, воды там и так далее он не принимал. Соответственно, мы полностью там очевидным образом, там, мне тоже журналисты спрашивают, могли ли это там отравление как-то быть связано с его региональными поездками и так далее. Очевидным образом отравление связано с его основной профессиональной деятельностью в качестве антикоррупционного расследователя, в качестве главного политика страны, который не боится говорить правду, который не боится оппонировать «Един Россия» и жуликам из Кремля, который не боится возглавлять главное оппозиционное движение в России. И я не верю, что это мог организовать нападение какой-то мелкий чинуша, какой-то мелкий губернатор, единоросс и так далее. Сегодня тоже мне представили, там, СМИ спрашивали, а могут там, ты как там связано с каким-то там расследованием гипотетически, которое Навальный делал в Томске и так далее. Я не верю, что такое отравление могло быть организовано без прямого указания или санкции и ведения Кремля. Я не верю, что какой-то отдельный губернатор, да, или какой-то мелкий чиновник мог организовать это. Я знаю, что за Навальным всегда ходит наружка, что его всегда, ну, как говорят в народе, пасут спецслужбы, всегда они контролируют его передвижение, и они заранее знали, из какого аэропорта, когда будет вылетать Алексей Навальный. Поэтому информацию спецслужб есть, и я не сомневаюсь, что именно они могли быть причастны к отравлению Алексея Навального. Алексей Навальный по-прежнему находится в коме, и вот мы видели представителей медицинской организации, которые говорят о стабильном состоянии. Это не стабильное состояние, это стабильно тяжелое состояние. Навальный находится на аппарате ИВЛ, на аппарате искусственной вентиляции легких. И сейчас каких-то дополнительных новостей о том, что ему стало хуже или лучше, к сожалению, нет. Мы все, конечно, следим за этой информацией, и надеемся на лучшее, желаем Алексею Навальному сил выкарабкаться, желаем, выражаем поддержку его семье, Юле Навальной, его жене, его близким. И я могу сказать со стороны ФБК, со стороны Навальной Live, со стороны штабов Навального и всей нашей команды, что мы, конечно же, несмотря на то, что Навальный находится сейчас в коме, будем продолжать свою работу, и, наверное, будем делать это еще сильнее, наверное, больше разлости, гнева и мотивации у нас появилось, чем это было чуть раньше. Мы будем продолжать делать расследования, будем продолжать говорить правду, будем продолжать бороться за будущее нашей страны Навального силы здоровья. Что касается других событий, которые происходили в этой больнице, я бы хотела показать очень показательное видео, которое сегодня записал корреспондент Дождя Илья Шепелин, журналист из вот этой больницы в Омске, где находится Алексей Навальный, как он рассказывал, что все журналистов согнали в зал, и сотрудники силовых органов специально давали дезинформацию журналистам о том, что Навальный якобы сам принял что-то не то, выпил что-то не то сам. Давайте посмотрим это видео. И при этом полицейские, правоохранительные органы уже дали свое сообщение агентству ИТАРТАС под источник, то есть когда вроде бы какой-то влиятельный человек, но при этом который не хочет светить своей фамилией, он просит, чтобы одно из ключевых агентств информационных страны дало данные о том, что считает ведомство, но при этом этот источник не будет нести ответственность. И вот ТАСС полтора часа назад сообщил о том, что правоохранительные органы не рассматривают вообще к данному моменту никакой связи с возможным отравлением. То есть такая версия не учитывается и вообще рассматривается вероятность того, что Навальный сам еще вчера что-то выпил или что-то съел. Ну то есть вы понимаете всю мерзотность действующей власти о том, что она не дает какой-то актуальной информации родственникам Навального, его коллегам, его соратникам, но при этом сливает дезинформацию специально с журналистом, что Навальный выпил что-то не так. И все это похоже, я примерно такое же мнение придерживаюсь, как и Владимир Милов, который был сегодня у нас в эфире Навальный лайф и говорил о том, что это очень похоже на хорошо спланированную спецоперацию, когда специально нагнали очень много сотрудников спецслужб, которые контролировали медиков и очевидным образом, да, я говорила, что сначала медики обещали дать результаты анализа и вообще рассказать, что происходит через два часа, потом сказали позже, 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 потом сказали ближе к вечеру и до сих пор информацию актуальной не дают. И очевидным образом на них дают спецслужбы, которые сейчас находятся в больнице, которых в большом количестве нагнали туда, непонятно, что они там делали, потому что вот такое количество большое силовиков рядом с потерпевшим там, очевидно, не необходимо, очевидно, они должны заниматься расследованием, а не то, чтобы отбирать личные вещи Навального у жены, о чем я скажу чуть позже. И специально делали дезинформацию, специально была большая волна, информационная волна о том, что Навальный пил что-то не то, но я скажу об этом тоже чуть позже. И информацию по-прежнему не дают, мы требуем, конечно, получить на руки документы, чтобы жена и лечащий врач Навального Анастасия Васильева имела право получить данные анализов, данные диагностики Навального, диагноз и возможность транспортировать Навального в больницу, где ему может быть оказана действительно квалифицированная медицинская помощь и лечение. Про отбирание вещей это очень важно, да, то есть а сейчас информацию, почему я писала об этом у себя в Твиттере, в социальных сетях, почему не давали долгое время информацию, почему очень долго жену Навального Юлию не пускали к нему, почему не дают диагноз, почему там и так далее, и так далее, и так далее, выгоняют всех из больницы, потому что они, потому что если получить доступ к этой информации, то, наверное, можно провести какое-то независимое расследование от того, чем же отравили Навального, установить это вещество, и можно сделать у меня отравляли мужа, и поэтому, наверное, я на своем горьком опыте понимаю примерно, что нужно делать после отравления человека, нужно, конечно, диагностировать в первую очередь, что конкретно, чем конкретно отравили, для того, чтобы можно было дать противоядие, или вообще понять, как лечить этого человека, как его выхаживать, какую медицинскую помощь можно оказать, и чтобы установить это вещество, берут анализы крови, мочи, можно взять также расширенные анализы, там, это состригает ногти, это берут анализ волос, то есть берут волосы, чтобы тоже можно было определить по этим данным, и поэтому ровно эти данные не давали, для того, чтобы нельзя было провести независимую экспертизу, ровно поэтому к Навальному долгое время не пускали жену, и только с боем, через, там, через дикий скандал, через поход к главному врачу, единоросу, который долгое время, да, на которого очевидным образом давили спецслужина, который сам по своей инициативе не давал эту информацию, там, по своей воле не давал эту информацию, препятствовал получению этих данных жену Алексея Навальнову и его лечащим врачом. У Юлии Навальны в результате такого противостояния, можно сказать, которое произошло в больнице, с боем, да, отстаиванием своих прав, удалось все-таки получить вещи своего мужа, потому что были большие, там, несколько раз, неоднократные попытки правоохранительных органов отобрать эти вещи. Сначала там они хотели их посмотреть, потом они хотели их там как-то там изъять, потом отбили эту попытку, потом снова захотели их изъять и так далее. И, как я понимаю, что Юлия Навальна, она просто в конце концов сказала, что я эти вещи никому не отдам, их можно будет изъять только вместе со мной, да, и эти вещи будут со мной. Никому я их не отдам. И это совершенно правильный поступок, потому что только независимая экспертиза, наверное, сейчас может помочь установить что же конкретно там, чем же конкретно отравили Навального. Потому что когда сейчас вот так же на своем горьком опыте, когда моему мужу в 2016 году укололи в ногу там препарат, там неизвестный препарат, мы пытались установить что же, ну там, что же конкретно ему вкололи в ногу, сотрудники там, медицинские сотрудники мне говорили, а знаете, у нас так медицина развалена в стране, что, наверное, знают, чем там можно провести какой-то квалифицированный анализ, только какой-нибудь там, не знаю, специальная медицинская организация при ФСБ. Очевидным образом вам эта организация никогда не ответит на этот вопрос. Поэтому сейчас, скорее всего, независимую экспертизу придется делать за границей. Мы бы хотели получить актуальную информацию, правдивую информацию от медицинской организации в России, мы бы хотели получить качественное, быстрое расследование со стороны правоохранительных органов инцидента отравления Навального, но мы живем в России и мы очевидным образом понимаем, что ни одно отравление, которое было в последние годы, которое произошло, ни по одному отравлению прохранительными органами не назван заказчик, который за ними стоял. И сейчас, как я и сказала ранее, Навальный не дает транспортировку. Я вижу, что у вас есть вопросы по поводу... А Песков же заявлял о том, что они могут содействовать транспортировке Навального. Чтобы транспортировка произошла, нужно сообщить диагноз, нужно иметь вот эти медицинские документы, которые сопровождают больного. Их не выдают лечащему врачу Анастасии Васильевой. Поэтому сейчас, как я понимаю, самолет готов. самолет с необходимым оборудованием для того, чтобы транспортировать Навального к больнице, где ему могут оказать качественную медицинскую помощь. Но, к сожалению, сейчас это фактически невозможно. То есть, несмотря на заявление Пескова, которое он делал для СМИ, фактически сейчас транспортировать Навального просто невозможно. И я хочу обратиться через этот эфир и сказать, что и потребовать просто, чтобы Навального выпустили за границу, чтобы Навальному дали возможность пролечиться и восстановить свое здоровье, потому что сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Он находится в стабильном тяжелом состоянии, в коме, на искусственной вентиляции легких, в обычной станции скорой помощи в Омске, где, очевидно, нет не то, что специалистов, да, никаких аппаратов для того, чтобы показать ему медицинскую помощь, просто нет. Я бы хотела сказать про... Вы спрашиваете... Вот, да, Любовь, скажите, как команда относится к обещаниям Кремля перевезти Навального в лучшие клиники Европы, оказать любую поддержку. Но к обещаниям Кремля я отношусь, как и обычно. Обещания обещаниями, да, нужно судить по делам. И дело пока только одно, что Навальный сейчас ему не дает транспортировку, при том, что все для этого готово. Есть клиники в Европе, которые готовы принять Навального на лечение. Большое спасибо тем людям, которые помогали договариваться, лечим врачам Алексея Навального, которые связывались со своими коллегами за границей, которые там организовали возможность, чтобы Алексей Навальный в условиях коронавируса другие больницы могли сейчас принять. Тем, кто организовали самолет. И поэтому сегодня было интервью леча врача Алексея Навального, который наблюдает его с 13-го года о Медузе, где он рассказывает, что на самом деле вот этого нетранспортабельности пациента фактически сейчас там не существует, потому что если самолет оборудован необходимым оборудованием, если там есть ИВЛ, если там можно наблюдать, поддерживать состояние пациента и осуществлять какое-то наблюдение за ним, то в целом его можно транспортировать, и ничего страшного от этого не будет. Поэтому в целом каких-то технических условий, которые бы препятствовали транспортировке Навального, нет. Я говорю, как я говорила до этого, есть только политическое препятствие того, что сейчас на руководство больницы давят, не дают документы его родственникам, лечащему врачу, что он не может транспортироваться. Грубо говоря, Навального просто не выпускает из больницы. Вот это в Омске обшарпанный, старый станции медицинской помощи, Навальный лежит по-прежнему, и его просто не дают перевести в нормальное медицинское учреждение. Это происходит сейчас, несмотря на огромный резонанс дела, несмотря на то, что у Навального очевидно очень тяжелое состояние здоровья в настоящий момент. Спрашивают про другие отравления. Я вижу, что очень много вопросов про Беларусь, и я скажу об этом чуть позже, с чем я связываю. Я сказала, что не может быть вот то, что сейчас вбрасывают телеграм-каналы пропагандисты и так далее, что это отравление невыгодно Кремлю. А кому это отравление выгодно, как не Кремлю? Естественно, за этим отравлением стоит Кремль. То есть прямо или косвенно санкции прямого указания или сведомо, я точно не знаю и утверждать не могу, но то, что это отравление выгодно, единственное, кому может быть выгодно это отравление это Путина и его ближайшее окружение, это очевидно. Я рассказывала про отравление своего мужа и свой горький опыт 2016 года и я могу сказать очевидно, что у меня нет ни одной надежды на наши правоохранительные органы, что они будут расследовать это отравление, потому что ни одно отравление, которое было громким, которое могло закончиться летальным исходом. Два раза отравляли Владимира Карамурзуа, отравляли Верзилова очень серьезно после его акции на чемпионате мира по футболу, отравляли уколу в ногу моего мужа, ни одно это отравление не закончилось каким-то настоящим расследованием со стороны правоохранительных органов. Ни СКА, ни ФСБ, вот Путин наплодил этих слабых органов, и у нас сколько там этих правоохранительных органов, просто бесчетное количество всех этих ментов в погонах, и вот это все бесчетное количество не может провести даже адекватного расследования по тем делам, которые действительно просто на слуху, становятся на слуху всей страны. Верзилов был отравлен, ничем не закончилось дело, Владимир Карамурза дважды был отравлен, заказчики также официально не названы, мой муж был отравлен за этим нападением, за этим отравлением, я считаю, по моему мнению, стоит Евгений Пригожин, так называемый повар Путина, и эти данные, это мои опасения, которые я сразу же выдвинула, подтвердили потом публикации новой газеты, которая со ссылкой на источники, которые, проведя собственное расследование, сказали, что да, за нападением на моего мужа стоял структура Евгения Пригожина, и он был заказчиком. Ничего официально подтверждено на уровне Следственного комитета, ПСБ, МВД и так далее не было. Поэтому сейчас, сегодня Дмитрий Муратов, главред новой газеты, написал, дал комментарий знакомому и рассказал про Политковскую. До своего убийства она также была отравлена, и это произошло во время полета ее на самолете. Ей стюардесса принесла чай и влажную салфетку. И Политковская обычно ничего не брала из-за питания на борту, как раз опасаясь каких-то последствий отравления. Вот единственный раз, когда она что-то взяла, это был чай и влажная салфетка, она тоже была тяжелым симптомом отравления, отравлена с тяжелыми симптомами. Ее тошнило, ей стало плохо, и эти последствия потом до непосредственно ее убийства сказывались на ее здоровье долгое время. Поэтому этих случаев отравления, скрипали и так далее, можно долго перечислять случаи отравления в России. И многие сейчас тоже телеграммка канала и всякие помойные говносми вкидывают о том, ну это же не может быть так очевидно, что вот Путин всех травит. А почему не может быть? А Путин чувствует себя абсолютно безнаказанным человеком, абсолютно всевластным, безнаказанным человеком, который ничего не будет ни в России, ни на международном уровне, который может делать все, что угодно с любым человеком, даже главным оппозиционером, своим оппонентом, главным оппонентом себя. И он может делать это демонстративно. Эта акция, условно говоря, устрашение для всех нас, людей, которые борются за перемены, демократические перемены в нашей стране. За то, чтобы в нашей стране был независимый парламент, который бы отстаивал наши интересы, а не интересы Путина и администрации президента. За то, чтобы в нашей стране были независимые СМИ, за то, что в нашей стране людей не отравляли, людей не били, людей не пытали в тюрьмах и так далее. Вот Путин чувствует, что он может делать все, что угодно. И поэтому все люди, которые сейчас вот эти помойки, которые рассказывают о том, что Кремлю это невыгодно, да так очевидно, что это там не могло быть отравлением из Кремля. Я хочу сказать, что это просто люди не то, что бессовести, это люди просто моральные уроды, я по-другому их назвать не могу, в которых нет ничего человеческого, которые могут распространять эти темники, которые им испускает сейчас администрация президента. А темников, очевидно, очень много. И вот я себе даже пометила, знаете, я больше не ругаюсь, Владимир Милов сегодня разрешил ругаться на этом эфире, но вот пометила я себе это в листочке, что рассказать про говноедов, потому что по-другому сказать я про это не могу. Про людей, у которых, как я и сказала, что нет ничего человеческого, у которых вбрасывали максимальную дезинформацию, это делалось очень быстро, это делалось очень сплоченно, и поэтому я опять же, это подтверждает версию того, что за этим отравлением Навального стоят спецслужбы и люди из Кремля, которые очень быстро спустили свои темники и методички о том, как нужно освещать отравление Навального. И очень спланированно, очень быстро эти ресурсы организовались и начали вкидывать много дезинформации о том, что якобы Навальный употреблял алкоголь, якобы Навальный принял что-то не то. И вот я хочу показать, да, сейчас вам показывают на экране скриншот, части вот этих говно-сми, там, известия, у Навального в крови нашли алкоголь. РЕН-ТВ, до отравления Навальный употреблял алкоголь, да, между перерывом того, как рассказывать россиянам про масонский заговор рептилоидов и жездомасонов, они начали рассказывать о том, что Навальный употреблял алкоголь. Пятый канал, анализы Навального показали вторичные признаки опьянения. Лайф.ру, источник, накануне Навальный употреблял алкоголь в деревне Ковтанчиково под Томском. И так далее, и так далее. Очень стало известно об алкоголе в организме Навального перед госпитализацией. Лента.ру. Очень-очень много СМИ, помойных телеграм-каналов, сегодня распространяли дезинформацию. Еще раз я могу сказать, да, со ссылкой на Киру Ярмш, которая все последние дни, когда Навальный был в рабочих поездках по регионам России по стратегии умного голосования, он не употреблял алкоголь. И вообще, как человек, который знает Алексея Навального 10 лет, я могу утверждать, что, во-первых, Навальный, и это подтверждают его личные врачи, во-первых, Навальный никогда не страдал какими-то тяжелыми заболеваниями. У Навального было отменное здоровье, и как это обычно в народе говорится, он был таким вот, здоровье как у БК, да, то есть он действительно был очень сильный, и даже в БК обычно шутили, что, там, не знаю, Навальный просто какой-то, наверное, робот, потому что он даже обычно простудой никогда не болел. Ну, там, я не помню, может быть, за 10 лет нашего знакомства он там один или два раза заболел простудой на один день, но он всегда был в строю, он действительно было очень хорошее здоровье. Он никогда не злоупотреблял алкоголем, я не помню ни разу за 10 лет, чтобы Навальный, не знаю, был в каком-то состоянии там серьезного алкогольного опьянения, там, какой-то там максимум бокал вина по каким-то праздникам, он мог выпить, естественно, как обычный человек, но никогда не видел Навального пьяным, да. Навальный никогда не курил, и я не помню, и он всегда очень плохо, на самом деле, относился к курящим людям, ему очень не нравится табачный дым и так далее. Он занимается регулярно спортом, обычно, там, не знаю, все подписчики его социальных сетей знают, что он регулярно бегает несколько раз в день, да, то есть сейчас он стал на вейкборд, и занимался вейкбордом и так далее. Он такой вот сторонник, действительно, зожа. У него не было проблем со здоровьем, он не злоупотреблял алкоголем ни накануне, ни вообще по жизни, он не употреблял каких-то там других веществ, и тем более образом, да, то, что бросали то, что он там наркоман, употреблял какие-то клубные наркотики и так далее. Ну, это не то, что бред, да, мне даже комментировать это неловко, это очевидная неправда, и то, что сейчас произошло это отравление, это только внешнее вмешательство, которое, как я и сказала, что было либо по прямому указу, либо санкции сведомого Кремля. Также я хотела прокомментировать, вот давайте дадим отдельно МКРУ, который сегодня тоже источник, Навальный пил самогон перед полетом. Насколько нужно быть мразями, да, чтобы писать, вот, Навальный пил самогон. Вот насколько не должно быть отсутствие совести у этих людей, которые должны, как СМИ, работать на то, чтобы распространять актуальную, подтвержденную, отфактчеканную, проверенную информацию, а не распространять очевидный бред, который мы спустили по методичкам из Кремля. И так как это дело именно спланировано, массировано, однотипно и очень быстро, я могу сказать однозначно, что вот эта массированная информационная атака с распространением информации, что Навальный употреблял алкоголь, был состояние алкогольного опьянения, взял какую-то таблетку и так далее, это абсолютно неправда, которая инициирована по указанию Кремля. Вот эта дезинформация идет, конечно, из одного места. Иначе была бы какая-то дезорганизация в этих телеграм-каналах, но там, как дружно, как один, все писали именно о том, что Навальный был под состоянием алкогольного опьянения. Отдельно хотела бы сказать про заявление Познера. Сегодня он опубликовал, что он утро начал с новости об отравлении Навального, о тяжелом событии. Но в последующем он написал такую фразу, которая меня не оставила равнодушной, что не только что это, «Омщение со стороны одного из множества разоблаченных им корпорационеров, если так, то власть обязана найти его и судить публично с привлечением телевидения, чтобы свидетелями этого суда стали все, и не только чтобы преступник был наказан, но еще и потому, что в противном случае западные, да и не только западные СМИ, заявят, что это сделано по личному приказу Путина. Не могу отогнать из себя мысль, что человек, желающий нанести ущерб России, вряд ли мог бы придумать более эффективный способ сделать это». Все это выглядит так, что Познер хочет отвести подозрения от Путина. Не удастся вам, Владимир Владимирович Познер, отвести показания от вашего тезки. Потому что очевидным образом это отравление, которое выглядит как действительно полномасштабная спланированная спецоперация спецслужб, которая координируется в том числе информационно, не могла быть без ведома или прямой санкции Кремля. Очевидным образом никакой мелкий чинуша и мелкий губернатор и так далее такое отравление спланировать не мог. Очевидным образом у наших спецслужб есть наработки, у пригоженных спецслужб, да, вот две категории, есть наработки этих отравляющих веществ, есть возможности отравить человека таким образом, чтобы он мог погибнуть, и никто не узнал конкретно, что было введено в его организм. Поэтому Владимиру Познеру я могу сказать, что очень вы хотели защитить Путина, но вас это сделать, конечно, не удалось, потому что всем адекватным людям очевидно, чьи уши торчат за отравлением Алексея Навального. Также я хотела сказать отдельно, и также меня он не оставил равнодушным, поэтому я хотела сказать про это эфире, про опрос, который сегодня я разместил у себя в телеграм-канале Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы». Он спросил, отравление Алексея Навального, вы думаете, что это скорее? Несчастный случай, криминальное действие, преувеличенная история, не знаю. И вот эта непреувеличенная история резонула, я думаю, не только меня, но и всех остальных. Алексей Навальный, повторю, сейчас находится в коме, в стабильно тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. И как Алексей Венедиктов мог вообще рука у него повернулась, написать, что это может быть преувеличенная история, и это действительно такой вот полноценный вариант, давайте его рассматривать. Ну это просто позор. Другими словами, я это сказать не могу. Опять же, повторю, что я и сказала в начале эфира, что не верьте анонимным телеграм-каналам, не верьте дезинформации, верьте только официальному источнику информации сейчас о состоянии здоровья Алексея Навального, не знаю, заявлений ФБК, штабов Навального, Навальный Лайф и так далее. Это на Twitter Кира Ярмаш, пресектор ФБК и Алексея Навального. Только там будет актуальная информация, которой можно доверять. Вы спрашиваете про Беларусь. Так. Дамир Масон, будут ли записи с камерой, с кафе, где Алексей пил чай? Эта запись уже гуляет по телеграм-каналам. Есть фотография, как Алексей Навальный пьет чай, который сделал очевидец из аэропорта. Есть вот эта гуляющая с камер аэропорта, видеозапись. Но очевидным образом, по ней трудно установить, что конкретно, в какой момент Алексей Навальный был отравлен. Предполагаем, конечно, что это было через чай, который он подали в аэропорту. Потому что другой ничего Алексей Навальный в этот момент не принимал. Он не пил воду, он не ел какие-то бутерброды, ничего другого. До посадки в самолет он просто не употреблял. Поэтому, скорее всего, это произошло через чай. И, как я и сказала, такую спецоперацию очень легко было организовать, потому что спецслужбы заранее знают, из какого аэропорта, в какое время, с кем конкретно полетит Навальный. Они отслеживают все его передвижение. То есть, когда он продвигается на машине, на самолете, на поезде, за ней всегда следует наружка. Поэтому они всегда прекрасно понимают, где Навальный будет. А билеты в аэропорт берутся, естественно, заранее. Поэтому они заранее понимали, что Навальный будет там. Поэтому подменить каких-то сотрудников, организовать вот эту провокацию, нашим спецслужбам, конечно, бы не составило никакого труда. Ксю-Ксю, Любовь, скажите, почему именно сейчас решили отравить Алексея? Могли бы такое устроить много раз до этого. Во-первых, Навального отравляли. Навального отравляли в прошлом году. Во-первых, на него нападали зеленка. И это нападение зеленкой могло закончиться тем, что Навальный мог потерять зрение. Оно было действительно очень тяжелым. И только благодаря качественной медицинской помощи оказанному Навальному его постоянное применение препаратов, он постоянно капал глаза, буквально через каждые 10 минут он, не знаю, каким-то каплями капался в глаза. Действительно, врачи просто были на неустанном контроле врачей для того, чтобы восстановить ему зрение. Ему удалось восстановить свое зрение после того нападения зеленкой. И это нападение зеленкой очевидным образом организовали также из того же места, что и сегодняшнее нападение из Кремля. Люди-исполнители того нападения зеленкой сейчас известны. Они стали известны очень быстро после этого нападения. Это люди, которые работают вплотную с правоохранительными органами. Может быть, являются даже штатными сотрудниками правоохранительных органов. Эти имена известны, были многократно опубликованы и Навальным, и СМИ. Эти люди до сих пор, даже исполнители, не понесли никакой, даже минимальной административной ответственности за то нападение. Навального нападали и отравляли прошлым летом, когда он был спецприемником и отбывал административный арест. Это было перед выборами, так же, как и сегодняшнее нападение. Это было в разгар летних акций протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Навальному тогда было очень плохо. Это было похоже на некую аллергическую реакцию, хотя никакой аллергии, конечно, у Навального не было. Это было отравление, потому что он находился просто в изолированном спецприемнике. К нему не допускали иных лиц. Он находился в отдельной... Он находился в камере под таким контролем вот этих сотрудников спецприемника, и доступ к нему был только со стороны вот этих сотрудников спецприемника и правоохранительных органов. И Навальный был действительно тяжело отравлен. Он находился в больнице. К счастью, для здоровья Алексея он его смог восстановить на тот момент, и до сегодняшнего дня у него не было проблем со здоровьем. Что подтверждают в том числе его лечащие врачи. То есть я могу это подтвердить как очевидец, который ежедневно работает с Навальным. Также подтверждает его лечащие врачи, что он восстановил здоровье, и до сегодняшнего дня никаких серьезных проблем со здоровьем у Навального не было. Он регулярно занимался спортом, не употреблял алкоголь, не курил и не принимал чего-то другого. И с чем это связано? Как я и говорила, что это связано с работой Навального. Сейчас, как и прошлое нападение, прошлое отравление Навального произошло перед выборами. 11 и 13 сентября пройдут выборы в регионах. И сейчас вы видите на своих экранах ссылку на стратегию умного голосования. Все, кто не зарегистрирован, зайдите, зарегистрируйтесь по этой ссылке. И, конечно, Путин очень боится проигрыша «Единая Россия» на выборах. Естественно, это приводит в шок и трепет. Естественно, сейчас мы видим, как в последние два года рейтинг Путина просто неимоверными темпами валится. Что даже там они переписывают какие-то статьи, переписывают методику подсчета вот этих там соцопросов, голосов и так далее, но им даже не удается сохранить рейтинг уровня, рейтинг Владимира Путина на каком-то приемлемом уровне. Даже по официальной их статистике в ЦИОМа «Единая Россия» не имеет большинства поддержки граждан. 33-34% «Единая Россия» дает их же в ЦИОМ. То есть ни о каком большинстве, более 50% у «Единой России» просто речи не идет. И Путин, естественно, очень боится проигрыша «Единой России» на предстоящих выборах, которые пройдут 11 и 13 сентября, и на выборах у Старшего Дума, которые должны пройти в следующем сентябре, в 2021 году. «Единая Россия» и спрашивают, связано ли, может быть, это с протестом Беларуси. Я думаю, что это, конечно, связано. Я думаю, что Путин очень пристально следит за тем, что происходит в Беларуси. И он понимает, что люди требуют сейчас перемен в своей стране. И такой вот, наверное, спусковым крючком, каким-то детонатором произошло участие именно Тихановска в выборах, когда настоящий, неподкупный кандидат, которого пытались запугать, подкупить, надавить всеми возможными грязными способами, все равно принял участие в этих выборах, потому что муж Тихановской сейчас сидит в тюрьме в Беларуси. И мы видим, что люди вышли на улицы отстаивать свои права, потому что Лукашенко просто украл выбор у всего народа Беларуси. Понятно, что Путин, конечно, смотрит на эти события, и, конечно, он боится, что в нашей стране произойдет нечто такое же, когда на уровне, на улице наших городов, в регионах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, будут толпы граждан, которые будут требовать честного подсчета голосов, которые будут отставить свои права. И сейчас Навальный, конечно, очень неудобно, потому что очевидным образом он будет искать видео, где будут призывать регистрироваться на умное голосование. Очевидным образом он будет говорить об этом в своих прямых эфирах на канале Навальный Лайф. Очевидным образом он будет говорить всем «Становитесь с наблюдателями». И, опять же, наблюдателем можно стать, зайдя на ссылку, которая сейчас у вас есть на прямом экране, ой, на вашем экране, и оставив там свои контакты, чтобы мы могли с вами связаться и организовать наблюдения, чтобы вы могли понаблюдать на своих выборах. Им очень неудобно, поэтому, конечно, Навальный сейчас стоит поперек горла Кремлю. Он всегда был неудобен Кремлю, но сейчас перед выборами, конечно, любые действия Навального, как главного политика страны, вызывают просто гнев и какую-то такую панику у Владимира Путина и у ближайшего окружения из Кремля. У Кириенко, у Володина, у всех людей, которые сейчас со стороны власти координируют выборы в регионах, выборы, которые пройдут в сентябре, конечно, являются самым неудобным человеком для Кремля. Сейчас, я думаю, что и Куштау тоже, на самом деле, имеет свою роль, потому что сейчас мы видим, что все больше и больше регионов, все больше и больше жителей регионов России готовы выходить на улицу, не боясь административных арестов, запугиваний, избиений, слезоточивых газов, которые применяли в Куштау против мирных жителей Башкортостана, которые просто пришли защищать свою родную землю. Конечно, Кремль видит, что это растает, что сначала вышел ШИСТ, да, были протесты в Ангушетии региональной, которые тоже там давили административными арестами, уголовными делами и так далее. Сейчас Хабаровск выходит уже второй месяц подряд активно, говорит о том, что они не согласны тем, что фургал, который они выбрали себе, сейчас содержит СИЗО, не дает им возможности никакого доступа к нормальному правосудию, не дает ему какой-то корреспонденции, вообще полностью игнорирует любые его права, которые положены ему как минимум, как заключенному, не говоря уже о том, что очевидно, это образом дело натянуто, показания по делу фургала дал человек, который является онкобольным, которому не давали обезболивающие в СИЗО, именно такого человека заставили дать показания против фургала. И очевидно, что сейчас они увидели Куштау, где тысячи жителей вышли, их попытались разогнать, так приехало еще больше людей, и просто там были какие-то массовые столкновения, жители Пашкортостана, которые приехали с всего региона отстаивать свой шахан, для того, чтобы его просто не до дна, не разграбили, не оставили пустое место на этом месте. Сейчас вы видите на экранах обложку нашего видео, мы выпустили краткое видео по Куштау, оно сейчас лежит на канале Навайный лайф, мы выпустим еще большой репортаж, потому что наш корреспондент был в субботу и воскресенье, и разговаривал с очевидцем этих событий, они были прям непосредственно в тот момент, когда разгоняли людей, мирных людей с изначимым газом, когда разгромляли палаточный лагерь жителей Пашкортостана, который они остановили около горы Куштау. И сейчас мы выпустим большой репортаж, и естественным образом я призываю всех людей следить за этой ситуацией, которая разворачивается в регионе России, потому что это не единичный случай. Очень много такого же и подобного происходит в других регионах России, просто не всегда люди выходят, но сейчас мы видим, что все больше и больше жителей России им надоело мириться с этим беспределом. Они готовы голосовать протестно, как это было в прошлом лет в Москве, когда они допустили нас, независимых кандидатов. Они пришли, проголосовали протестно, просто уже за тех людей, которых они не знали. Это был Александр Соловьев, там был Едиев, еще кого-то. Они не знали этих людей, но они проголосовали в рамках статегии им на голосование, потому что они хотели сказать, что с нами, жителями России, так поступать нельзя. Нам нельзя запрещать выбирать своих кандидатов на выборах, нам нельзя запрещать выходить на улицы своих городов, потому что это гарантирует нам наша Конституция. Мы хотим иметь возможность отставить наши права в честном суде. Если честного суда в России нет, тогда на улице. Мы хотим иметь возможность выдвигать наших кандидатов на выборах, поддерживать их и голосовать. И если вы нам это не даете, мы готовы выходить на улицу. И вот сейчас мы видим, что эти протесты нарастают просто лавинообразно в разных регионах страны. И появляются такие некие горячие точки. Я думаю, что действительно и события в Беларуси. И я выражаю там со стороны всей нашей команды, конечно, солидарность со смелыми, отважными жителям Беларуси, которые борются за перемены, за вообще элементарное соблюдение собственных прав, чтобы тебя не насиловали в тюрьме. То есть у меня слов нету, когда я читала все эти новости, что происходит в Беларуси сейчас. Это действительно концлагерь, это действительно гестапо, это действительно самое ужасное, что можно представить себе, что творит люди с властью в отношении мирных людей. Вот происходило сейчас в Беларуси и продолжает происходить прямо сейчас. В тюрьме Беларуси до сих пор содержатся люди. И до сих пор, что с ними происходит неизвестно, можно предполагать только самое худшее. И, конечно, я выражаю солидарность тем жителям Беларуси, которые отважно, не боясь всех этих пыток, задержаний, избиений, продолжают оставить свои права. Сейчас и события в Куштау, да, события в Хабаровске, и умное голосование, приближающиеся дни выборов. Естественно, все это в совокупности очень сильно пугает Кремль. И Алексей Навальный это тот человек, который громче всех в нашей стране говорит о несправедливости, о необходимости оставить своих прав. И не только говорит об этом, он предлагает конкретные механизмы, как мы можем этому добиться. И когда нам говорят Песков и те же самые чиновники из Кремля, что, ну, эти позиционеры могут бегать только по своим площадям, ничего они на самом деле не умеют, нет у них никакой позитивной программы, они только могут кричать непонятно о чем, что-то там критиковать, я могу ответить Пескову и всем остальным людям из Кремля, что вы можете сколько угодно убеждать в этом людей, жителей России, но очевидным образом это у вас, Кремля, нет никакой позитивной программы для россиян. Вы ничего, кроме коррупции, постоянного воровства, постоянных нападений и отравлений оппозиционеров, ничего жителям страны предложить не можете. При вашей власти не может произойти ни судебная реформа, потому что если Путин сделает честные суды, то они же его первые посадят. Они не могут сделать честные СМИ, потому что честные независимые СМИ на телевидении будут рассказывать о коррупции Путина и его ближайшего окружения, потому что честные телевидения будут показывать фильм «Он вам не Димон», потому что они будут рассказывать о преступлениях Путина, и Путин просто не может это позволить, да, то есть «Пчелы против мед». Ну как же Путин позволит рассказывать о собственной коррупции на федеральном телевидении? А у нас, у людей, которые хотят добиться демократических изменений в нашей стране, есть позитивная программа и повестка. У Навального есть программа, с которой он выдвигался на выборы в 2018 году в качестве кандидата в президенты. Путин побоялся его зарегистрировать на выборах. Ему, конечно, комфортнее, там, не знаю, там, выходить на день выборов вместе с Собчак, вместе с Жириновским и другими, там, с Урайкиным, и другими людьми, которые, естественным образом, не могут отнять никаких там серьезных голосов у Путина. Поэтому Навального в 2018 году не допустили незаконно, вопреки положению Конституции не допустили на выборы президента. Он не смог попасть даже в бюллетень. И нам, когда говорят, что, ну, оппозиция, она не страшна, это какие-то там оригиналы. Очень любят выступать с этой позицией Песков, пресс-секретарь Путина, его, да, там, человек, который транслирует его позицию публично. Но если вы так считаете, да, что если мы маргиналы, что за нами нет большинства, что нам нечем предложить, пустите на выборы Навального, зарегистрируйте нашу партию «Россия будущего», которую вы 9 раз отказывались регистрировать под разными предлогами. Вы боитесь делать даже этого? Несмотря на то, что у вас есть спойлер, у вас есть весь административный ресурс, несмотря на то, что у вас есть полностью захваченное подконтрольное телевидение, которое, как РНТВ, рассказывает, что Навальный был в состоянии алкогольного опьянения сегодня, что абсолютно неправда. Вы даже в таких условиях боитесь допустить демократическую оппозицию до выборов. Боитесь допустить Навального, боялись допустить нас в прошлом году. Но Навальный создает рабочий инструмент, который все равно даже в таких условиях автократии, когда все подконтрольное и все принадлежит Кремлю, можно побеждать единую Россию. Мы видели это в прошлом лету в Москве, когда главный единоросс Москвы Андрей Метельский проиграл выборы в Москве, когда на него работал весь административный, ресурс. То есть все, что можно было задействовать, они задействовали, чтобы Метельский не проиграл выборы, но людей пришло настолько много, что они просто не смогли фальсифицировать этот результат и сделать его подконтрольным. И по стратегии умного голосования Метельский просто проиграл выборы в прошлом году в Москве. И Навальный именно предлагает стратегию умного голосования, как в действующих реалиях рабочий инструмент, который может победить единую Россию на выборах. Конечно, в идеальной стране Навальный должен выдвигаться на выборы сам, его должны регистрировать, он должен принимать участие в выборах президента. В идеальной стране на выборы должны быть допущены я, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Елена Русакова, Владимир Милов, Константин Каускас и другие оппозиционные политики нашей страны. И мы должны принять участие, но в условиях, когда нас не допускают до выборов, и когда мы можем, что можем сделать? Сидеть, сложа руки на диване, но это помогать Кремлю. Мы должны в тех условиях, которые сейчас есть, голосовать по стратегии умного голосования за самого сильного оппонента. Когда люди рассказывают о том, что почему мы призывали бы котировать выборы президента, потому что выборы, когда идут президента, это одно, да, когда идут выборы в ЗАГС собрания, в Горс собрания, когда есть несколько этих кандидатов, когда есть одна мандатная и другая, и так далее, и так далее, все выборы различаются. И вот на тех выборах, которые сейчас пройдут в регионах нашей страны, самая правильная стратегия, как можно победить Единой Россию, это принять участие в умном голосовании. И я бы хотела сейчас, конечно, обратиться к вам и умному голосованию уделить чуть больше времени в нашем эфире, потому что именно об этом, конечно, сам Навальный должен порассказывать сейчас. Он не может сейчас сделать это, потому что находится в стабильно тяжелом состоянии, в Коми, на искусственной вентиляции легких, в Омской станции скорой помощи, куда был доставлен самолет и сегодня утром. Но это то, что он бы делал сейчас, сидя в этом эфире. И если вы спрашиваете, сейчас очень много людей спрашивают, как мы можем передать славоподдержке, да, передать нашей славоподдержке Юлии Навальной. И я думаю, что она чувствует вашу поддержку. И сейчас просто ее лучше не дергать, да, и не отвлекать каким-то образом. Но что сейчас вы можете сделать? А сейчас вы можете сделать так, чтобы Путин понял, что не получится, да, сколько бы атак на оппозиционеров он не провел, сколько бы отравлений он бы не организовал, не получится у него сделать так, чтобы все жители нашей страны напугались, чтобы все сидели у себя по норкам на кухне и боялись вылезти. Что все равно вот его Единая Россия, это, Единая Россия, это такое, знаете, это вот, когда говорим, когда сейчас тоже, вот, я же читаю комментарии в социальных сетях, я постоянно на контакте там с людьми, и я вижу, что пишут мне, я часто комментирую все, там, просматриваю сообщения электронную почту и так далее, и так далее, что многие люди пишут. Но вот такие события сейчас происходят, а вы там призываете голосовать по какой-то там гордуме, горсовету, какого-то отдельного региона. Конечно, потому что Единая Россия, это такой коллективный Путин, по сути, это вот такие щупальцы Путина, которые принязали нашу страну. Не Путин же конкретно там, да, то есть Путин и сам конкретно ворует, но еще вот эти вот все его щупальцы, которые тащат ресурсы из нашей страны, которые там пытаются разрушить горы Куштау, которые сажают фургалы, которые там, которые не дают, там, отставить свои интересы жителям в регионах, избирать своих кандидатов и так далее, и так далее. Это же все Путин, да, и вот эта его система, которая его создана, она базируется в том числе на том, что Единая Россия занимает сейчас большинство мест в Госдуме, в региональных собраниях, в горсоветах, да, на каких-то муниципальных советах и так далее, так далее. Практически везде Единая Россия занимает большинство мест, и через эту Единую Россию Путин держит нашу страну нищей. Именно поэтому и через Единую Россию Путин не дает сделать какие-то политически важные изменения. Ту же самую судебную реформу мог бы инициировать и провести, принять соответствующий закон наш парламентом, парламент нашей страны и Государственного Дума. Путин держит там большинство Единой России. И поэтому только сложа руки, мы позволим Путину и дальше творить беззаконие в нашей стране, отравлять Навального, отравлять Верзилова, Кармурзума, его мужа, держать в страхе всех, да, не согласно бить дубинками, а лидеров протеста, не знаю, там, отправлять в СИЗО или под административный арест, чтобы они там как-то могли одуматься и так далее. И только голосуя сейчас по стратегии на голосование, вы можете помочь сейчас всем адекватным жителям нашей страны, а я уверена, что адекватных все-таки людей у нас больше, конечно, чем вот этих жуликов, трусливых подонков, которые работают на Путина, победить. И это сейчас единственный инструмент, который мы можем фактически использовать. Это конкретное действие. И от вас это не требует больших усилий. Вы сейчас конкретно можете зайти на этот сайт и буквально там за пару минут зарегистрироваться. Я прошу, сейчас мне дали новость, что на основном канале Навального, на канале в Ютубе, который называется «Алексей Навальный», вышло видео, где Кира Ярыш рассказывает о последних новостях отравления Навального. И давайте мы сейчас его покажем. Кира Ярыш, пресс-секретарь, которая сегодня целый день находилась сначала с Алексеем Навальным, а потом находилась в Омске, в больнице, где в коме лежит Алексей Навальный. Она, как очевидец, рассказывает о том, что известно в настоящий момент. Как вы знаете, сегодня во время полета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Он потерял сознание. Самолет экстренно сел в Омске. Навальный был госпитализирован с подозрением на токсическое отравление. Сейчас он находится в реанимации в Омске. Он в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается тяжелым. Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего. Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно делать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно делать в целой безопасности. Организационный вопрос о перевозке Алексея Навального в другую больницу у нас под контролем. Мы благодарим всех, кто предложил нам помощь, но сейчас мы располагаем всеми достаточными ресурсами. Тем не менее, мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам выдачи всех документов, необходимых для его перевозки. Мы благодарим всех за поддержку. Я буду сообщать оперативную информацию, как только она будет появляться. Помимо этого, я прошу опираться только на эти сообщения и не доверять другим источникам. Сейчас вы видели пресс-секретаря Алексея Навального фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмаш, которая на втором нашем канале, который называется Алексей Навальный, выпустила видео и рассказала, собственно, для всех людей, которые подписаны на этот канал, о том, что действительно произошло. Потому что мы видим, что госпропаганда дезинформирует людей о том, что нужно прорывать информационную блокаду, которую сейчас устроили действительно власти в связи с отравлением Алексея Навального. Что сейчас все социальные СМИ кипят об этом, об этом пишут все международные журналисты. Сегодня мне и Кире Ярмаш, и нашим сотрудникам, кто только не звонил, и Волст-Реджон, и Нью-Йорк Таймс, и европейские СМИ, и Япония писала. Весь мир просто рассказывает об этом, а госпропаганда вкидывает информацию о том, что это было отравление Навального, то есть через свои анонимные источники и прочее. Поэтому Кира записала видео на основной канал и рассказала о том, что произошло отравление, что сейчас происходит, чтобы люди просто минимально имели какую-то правдивую информацию о происходящем в нашей стране. Сейчас спрашивают, вы будете обращаться к правоохранительным органам, да или нет. И, как я говорила, до этого происходили отравления Навального в прошлом году, отравляли моего мужа. И нам раз в семь отказывали от возбуждения уголовного дела, оно не возбуждено даже на настоящий момент, потому что это отравление, его укол в ногу был зафиксирован на камерах, отравляли Верзилова и так далее. И ничего со стороны правоохранительных органов, ничем это не закончилось. Никакого полноценного расследования, поиск заказчиков, опубликования информации о заказчиков, привлечения их к ответственности уголовной. Ничего этого не было. Но мы все равно сегодня, об этом написал в социальных сетях юрист и глава службы, юрслужбы ФБК Вячеслав Гемоди, о том, что мы подали заявление правоохранительные органы, потому что мы считаем, что, да, какой-то надежды на то, что правоохранительные органы нашей страны, которые, собственно говоря, и помогали все это организовывать, нет никаких сомнений в этом, одумаются и начнут расследовать это дело, у меня нету. Но очень важно документировать, очень важно составлять официальные жалобы, потому что рано или поздно и заказчики, и организаторы, и исполнители этого нападения Навального должны и понесут, в том числе, уголовную ответственность. Поэтому официальные жалобы сегодня были поданы. Меня возмутило о том, что сегодня ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления политика. То есть правоохранительные органы у нас там кишили, да, и пытались изъять личные вещи Навального, пытались отнять их буквально у жены Навального Юлии, чтобы она не могла там отправить их на независимую экспертизу и действительно установить вещество, которым там был отравлен Навальный, потому что теоретически это вещество могло и остаться там, да, на коже, где-то там на одежде, там и прочее. Это очень важно провести эту экспертизу. Я говорила ранее в этом эфире, что снимая там, в том числе, там, не знаю, ногти, волосы и так далее, все можно проанализировать, и что-то из этого должно содержать информацию о веществе, которым отравили Навального. Так вот, правоохранительные органы в этот момент не то чтобы заявить, да, что мы действительно возбудили уголовное дело, будем держать его на контроле, что дело должен был сделать любой, да, там, руководитель правоохранительных органов. Они говорят, что со ссылками там на источники правоохранительных органов ТАСС сообщал, что пока не рассматривают версию, пока, а когда вы будете рассматривать эту версию, что еще должно случиться, чтобы вы рассмотрели версию намеренного отравления. Ну, это, конечно, показательный такой беспредел, который сейчас устраивает сотрудники правоохранительных органов. Мне даже пишут, что я обязательно упомянула, что больница, которая сейчас находится на Бали, из которой его незаконно и преступно, из которой его удерживают и не дают разрешение на транспортировку, в нормальную клинику, где могут ему оказать необходимую медицинскую помощь. Сейчас эту больницу возглавляет единоросс. И это очень похоже на прошлый год, потому что в прошлом году, когда Навального отравили, когда он находился на административном аресте, спецприемнике, его доставили в больницу, также не пускали к нему. Его лечащего врача Анастасию Васильеву тоже возглавляла ту больницу в прошлом году. Ольга Шарапова, человек из Единой России. И сейчас они специально доставляют те больницы, которые под контролем единороссов, чтобы этих единороссов можно было чем-то припугнуть или просто позвонить и сказать, а не давайте никакой информации родственникам, а не давайте транспортировку. Вот мы публично Дмитрий Песков заявим, что мы разрешаем транспортировку Навального, но фактически ее запретим. И запретим это через единороссов, которые стоят во главе этих больниц, куда доставляют Алексея Навального. Они хотят не дать возможности нам установить вещество, которым отравили Навального. Они, ну, бог с этим веществом, да, это очень важно понять, о чем отравили, но не дают даже сейчас пролечить Навального в качественной медицинской клинике, потому что сейчас он находится, как я и много раз говорила в этом эфире, в обычной станции, обшарпанной, без врачей, без нормального оборудования. Ну, какие у нас больницы в России? Все мы знаем, да, там в Москве еще какие-то более-менее нормальные, потому что в Москве много денег, она тащит из регионов эти деньги, и какие-то там больницы с нормальным оборудованием. А в регионах же вообще просто нищие, там нечем лечить, некому лечить. Все нормальные специалисты увольняются, за нищенские зарплаты работают просто единицы, какие-то подвижники. Люди в основном это, ну, то есть там, люди, которые не могут устроиться куда-то еще, там, да, в какие-то медицинские, там, платные клиники. И вот эти люди сейчас, да, то есть и Навального просто не дают распортировать нормальный медицинский организатор. Насколько нужно быть, я не знаю, моральными уродами, да, вот бесчеловечными людьми, чтобы на камеру, да, вот журналистам. Песков заявлял одно, а по факту сейчас Навальному не дают оказать медицинскую помощь. То есть это ниже Плинтуса, это ниже просто любых каких-то человеческих, там, любого человеческого отношения, к тому, что человеку просто не дают оказать медицинскую помощь грамотно. Не пускают к нему лечащему врачу, не говорят диагноз, не говорят результаты анализа, которые обещали рассказать буквально через два дня. Сейчас я бы хотела сказать о том, что вот последних новостей, к сожалению, о том, что Навальному... Все мы ждем, конечно, новостей, о том, что Навальному стало лучше, да. Все мы ждем и надеемся и верим, что Навальный выкарабкаться. Мы желаем ему здоровья, и мы выражаем поддержку его жене Юле, его родным и близким. И, естественно, мы будем сообщать дальше о его состоянии, что с ним происходит. И опять же, я говорю, что вся актуальная информация будет в Твиттере, в Твиттере у пресс-секретаря ФБК Кира Ярмыш. Но сейчас я бы хотела кратко рассказать о том, что должен был рассказать Навальный в этом эфире. А рассказать он должен был про умное голосование. Это очень важно, потому что, опять же, вы спрашиваете, что мы можем сделать сейчас. А сейчас вы можете зайти на сайт и буквально там за минуту, за максимум две минуты зарегистрироваться в умном голосовании, чтобы помочь нам как можно быстрее оказаться в прекрасной России будущего, в стране, где любой человек, будь это рядовой гражданин, будь то это главный критик Кремля, не оказывается в больнице с тяжелым отравлением, в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Которую каждый человек может чувствовать себя в безопасности. И чтобы приблизить эту прекрасную Россию будущего, вы можете этому помочь. Не стоит ждать, что когда-то Путин сам одумается, он скажет, ну вот я до этого 20 лет делал все не так, а сейчас-то я стану нормальным Путином. Нет, только мы можем это сделать с вами. И не нужно думать, что вот, не знаю, это сделает кто-то там, дядя Петя или тетя Маша. Это мы с вами можем делать. Каждый из вас может нести не меньше вклад в состояние прекрасной России будущего, чем я или чем кто-то другой. И для этого очень просто. Для этого нужно просто будет прийти в кабинку для голосования, тайную кабинку для голосования, и проголосовать за того кандидата, которого мы вам пришлем на почту в преддверии дня голосования, в преддверии выборов. И чтобы мы вам могли прислать эту информацию, чтобы вы точно не пропустили сообщения в социальных сетях, в блоге Навального, в нашем эфире, еще где-то информацию, кто же в вашем избирательном округе идет на выборах и может на хлопучую средину России, вам нужно просто зайти на этот сайт и зарегистрироваться. Я очень кратко хочу сказать о самых сильных кандидатах, которые сейчас выдвигаются по стратегионному голосованию в регионах. Очень кратко, поэтому если вы смотрите этот эфир и не успеете записать, вы можете опять же зарегистрироваться на сайте, получить эту информацию на свою электронную почту. Вы можете посмотреть этот эфир в записи, там, не знаю, в выписанном бумажке, но я бы хотела озвучить главные фамилии, которые вы, наверное, точно должны запомнить. Если вы живете в этих регионах, вы должны за них проголосовать. Выборы пройдут 11-13 сентября. И давайте покажем Путину, что нельзя так с нами поступать, что мы люди, что мы избиратели, что мы источник власти, и мы должны решать, как будет жить наша страна, что мы хотим чувствовать себя в безопасности. Мы хотим знать, что правоохранительные органы не будут организовывать правоохранительные органы в кавычках. Я даже, вот когда произношу это, вот даже содрогаясь внутри, ну какие они правоохранительные? Они не охраняют право, они охраняют главного жулика Кремля Путина. Что они должны работать на нас, не организовывать отравления, покушения. Они должны, не знаю, сажать коррупционеров в тюрьму, проводить тщательные расследования, не по так называемому отмыванию миллиардов у быка, где в деле даже нет миллиарда. Они должны, там, не знаю, задавать вопросы Пескову, который сегодня так комментирует фривольно отравление Навального, и который является самым отъявленным и наглым жулигом, который не стесняется носить часы за 37 миллионов рублей. Да, который будет задавать вопросы Володину и другим. Да, я просто... Этот эфир можно будет вести, наверное, 10 часов, если я буду перечислять их жуликов, которых мы должны лишить власти с вами. А лишить мы их можем, проголосовав за кандидатов умного голосования. Новосибирск. В Новосибирске у нас колится из 32 кандидатов во главе с координатором нашего штаба Сергеем Бойко. Вот сейчас вы видите его фотографию на экране. Сергей очень сильный, очень мужественный, очень отважный, и он, естественно, очень сильный кандидат, который действительно может победить, и ему нужна ваша поддержка. Приходите на выборы в Новосибирске и голосуйте за Сергея Бойко и за других кандидатов. Сергей Бойко выдвигался уже в депутаты законодательного собрания Новосибирской области о Демкоалиции. Он собирал подписи и попал в реанимацию после голодовки за допуск оппозиции на выборы. Он боролся против роста тарифа ЖКФХ, он организовывал массовые протестные митинги, и он занял второе место на выборах мэра Новосибирска. У него есть все шансы победить на этих выборах. Помогите ему это сделать. Заходите на сайт NSK2020.ru. Это сайт Новосибирской коалиции, которая участвует в стратегии умного голосования. И там вы можете получить информацию и о программе, о той позитивной повестке, которой якобы у нас нет, по словам Дмитрия Пескова. И о других кандидатах, о том, как им реально можно сейчас помочь, о их фамилиях, об их избирательных счетах и так далее. Сайт NSK2020.ru. Также в Новосибирске выдвигается Даниил Маркелов. Он противостоит в округе жесткому единороссу-застройщику, и у него не раз нападали на его кубы. Очень сильно ему противодействует. Вы можете поддержать его на выборы. Даниил Маркелов. Также Алексей Мазур, журналист-руководитель аналитического отдела «Тайги.Инфо». Журналистка очень сильная и известная. Я думаю, многие смотрели видео. Мария Лондон. Также выдвигается в составе коалиции в Новосибирске. Светлана Каверзина, экс-руководитель местного «Яблока». И другие кандидаты. Я призываю их поддерживать по стратегии умного голосования, на выборах, которые пройдут в сентябре. В Томске у нас выдвигается Ксения Фадеева, округ 4, район Сдержинки, Тверской и Карташова. Организовала компанию «Защита ТВ-2», добилась первых открытых слушаний по бюджету области, является очень сильным кандидатом. Я желаю ее поддержки и победы. Победу ее организовать можете только вы. Никто другой за нас это не сделает. Поэтому заходите на сайт умного голосования, регистрируйтесь в нем, приходите на выборах, если вы живете в Томске, и поддерживайте Ксению Фадееву по округу номер 4. Андрей Фадеев, округ 11, территория, ограниченная улицами Сибирска, Косомольский проспект, Фрунца и Белинского. Он занимается проблемой благоустройства и проводит антикоррупционные расследования. Тоже является сильным кандидатом поддержить его жителей Томска. В Чебоксарах у нас идет один из моих любимых коллег Семен Кочкин. Это очень сильный региональный координатор штаба Алексея Навального. Сейчас он двигается на выборах в округе номер 17. Это Волжский 3, Радужный район 27-й школы, Институт образования, Медколледжа и Машпака ЧГУ. Семен Кочкин расследует случай коррупции в республике, освещает социальные проблемы. Сейчас на YouTube-канале Навального в Чебоксарах, штаб Навального в Чебоксарах, 23 тысячи подписчиков. Это реально один из самых популярных видеоблогов в Чувашии. Поэтому поддержите Семена Кочкина. Я считаю, что он обязательно победит при вашей поддержке. Других вариантов нет. Мы будем бороться за его победу и сделаем для этого все. Липецк. Данилов Илья. Округ 29. Университетские и Лецкие районы. Он также занимается антикоррупционными расследованиями и добился отставки главы областного района. После расследования штаба того признали виновным в мошенничестве. Злобин Владислав. Округ 25-й, 12-й и 8-й микрорайоны. Также выдвигается на выборах и будет в бюллетене в сентябре. Вы можете поддержать его, если живете в Липецке. Кострома. Зыков Александр. Округ номер 7. Улица Рабочая, Рабочий проспект, Новый быт, Катушечная, Ленина, Новополянские, проезды Полянские, Маяковского. Он также занимается антикоррупционными расследованиями. Организатор крупнейших протестных акций в истории Костромы. Вы также можете поддержать по стратегии в нового голосования. Те, кто включился к нам только сейчас, я могу сказать, что вы сейчас слушаете. Вы сейчас слушаете кандидатов в нового голосования. Этих кандидатов. Эта информация должна была сегодня сказать в эфире Алексея Навального. Сейчас он находится в тяжелейшем состоянии, в состоянии Комы, в больнице скорой помощи в Омске. Он не может не то, что присутствовать в своем эфире, он сейчас находится на аппарате ИВЛ. И его состояние стабильно тяжелое, по сообщениям врачей. И он не может рассказывать вам в эфире про умное голосование. Но знаешь, что это сделаю я? Мы в любом случае будем нахлопучивать Единую Россию дальше. И у Кремляне получится план по срыву нашего протестного голосования на выборах в этом сентябре. Магадан, Журов, Дмитрий, округ 4, микрорайоны Нагаева и Кристалл, а также частный сектор на Сопке, где расположен ДОСАВ. Секунду. Березняки. Бусева Елена, Исаков Анатолий, Горяев Дмитрий, Фазулин Артем, Ворончихин Евгений. Также идут на выборах в этом году, вы также их можете поддержать. Новгородская область, Провичи. Капасов Эдуард. Да, вот его фотографии на экране. Новгородская область, Акуловка, Коровин Юрий. Новгородская область, Румянцева, Татьяна. Новгородская область, Акуловка, Соколов, Дмитрий, округ номер 2. Там же в Новгородской области, в Акуловке, Кузнецова, Светлана, округ номер 2. Там же Новгородская область, но Парфинское городское поселение Белецких, Валентина, округ номер 1. Оренбургская область, Орск, Кожмуратова, Гульмира, округ 14, район от Станиславского до Выснецова. Вы также можете поддержать по стратегии на голосование. Московская область, Егорьевск, Колосова, Наталья, округ 16, это четвертый микрорайон. И другие кандидаты. Если вы сейчас пропустили какую-то информацию кандидатов, если вы не знаете, за кого голосовать, вы можете очень просто получить информацию. Вам нужно всего лишь зайти на сайт умного голосования, оставить там свои контактные данные, чтобы по этим контактным данным в преддверии выборов мы могли с вами связаться, буквально прислать письмо на вашу электронную почту с фамилией того кандидата, который является сильнейшим по нашим данным, по нашей статистике, по нашим соцопросам, по результатам голосования на предыдущих выборах, кандидатам и оппонентам против Единой России. Сильнейшему, у которого больше всего шансов победить единороссы на этих выборах. Поэтому это очень просто, да, то есть никаких больших усилий от вас это не требует. Поэтому все, кто откладывал это, не откладывайте. Сделайте это сейчас, как говорится, за себя и за того парня. Хотя я прочитаю пару комментариев. Цезарь пишет. И, кстати, победа Тихановской – лучшая иллюстрация эффективности умного голосования. Все так и есть. Видите, вы сами прекрасно все понимаете, что, конечно, на выборы должны были допустить в Беларуси Бабарика, Тихановского и всех остальных популярных кандидатов. Не потому, что я так говорю, не потому, что я их поддерживаю лично, да. Я вообще о них очень мало знала, да, этих выборов в Беларуси. Это сейчас мы все следим за тем, что там происходит, как там развиваются события, да, и так далее. Читали биографии этих кандидатов, чем они занимаются. Но логика-то очень простая. Допускайте до выборов везде всех популярных кандидатов. Не вы в Кремле, да, в администрации там Лукашенко, не вы там в ЦИКе должны решать, кто будет бюллетенем. Народ должен иметь возможность проголосовать за любого. Пусть это будет единороссом, пусть это будет представитель коммунистов, там, там, беспартийный человек, не важно. Если человек имеет минимальную поддержку, если он там не пришел, там, троллить на выборы, как паук в прошлом году, по-моему, избирательному округу, там, да. Устраивать троллинг какой-то. Если человек реально имеет поддержку, да, он может собрать подписи, которые сейчас не дают собирать через госуслуги. Почему, кстати, вы не даете собирать подписи, там, Песков, да, и другие, там, Памфиловы, и же с вами, я обращаюсь к вам, кандидатам через госуслуги. Потому что вы знаете, что через госуслуги мы эти подписи соберем просто за пять минут, да. Или не вы эти избирательные залог, которые можно внести и тоже поучаствовать в выборах. Вот не вы должны решать, кто будет бюллетенем, а люди должны решать. Но когда вы не допускаете популярных кандидатов на выборы, люди все равно будут голосовать по стратегии умного голосования за остального сильного оппонента против Единой России. И как мы видим по опыту прошлого года на выборах в Москве, в Московскую городскую думу, эта стратегия реально работает. Это стратегия умного рационального голосования. И она оправдывает себя. Я вижу, мне сообщают, что лидеры Германии Франца Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что их страны готовы принять у себя на лечение Алексея Навального. Большое спасибо им, что они готовы принять у себя на лечение Алексея Навального. И опять же тем людям, которые сейчас, может быть, ведутся в какой-то пропаганде и говорят, ну почему же Алексея Навального нужно лечить в Европе? А потому что невозможно доверять нашим врачам, которые сегодня целый день не давали информацию. Ни лечащему врачу Алексею Навального Анастасии Васильевой, да, ни сотрудникам там. Которые рассказывали, что сейчас они огласят диагноз, а потом они не огласят, а потом они не могут предоставить информацию, а потом они ее предоставят, но чуть позже и так далее, и так далее. Нет никакой надежды на наши правоохранительные органы, которые очевидным образом сейчас давят на медиков в Омске, чтобы они не давали эту информацию. И другой рукой распространять дезинформацию об алкогольном опьянении и прочее. Поэтому доверие абсолютно подорвано. Доверие подорвано к выбранной системе, доверие подорвано к медицинским организациям, которые сейчас возглавляет единоросс в Омске, где находится Навальный, правоохранительным органам и так далее. Поэтому качественное лечение сейчас, наверное, можно организовать только независимую экспертизу, там, вещества, которым отравили Навального, можно организовать только за границей, к сожалению. Я рассказывала историю со своим мужем, которого укололи в новом 16-м году. И нам, я говорю, сотрудники, медицинские сотрудники напрямую говорили, в нашей стране кто-то может что-то установить, это только там при ФСБ какие-то лаборатории. Но, очевидно, это не ваш вариант, не ваш случай, поэтому советуем отправить вот эти образцы все за границу. Отравления все разные. Вот Владимира Карамурзу, когда отправляли, у него очень долго вот этот токсин, вот это вещество, которое его отравили, не вводилось из организма. И можно было взять анализы, сделать анализ, да, и какую-то там группу препаратов или вещество это установить. У моего мужа действие было очень быстрым, то есть после укола ему очень быстро стало плохо, он упал на землю, у него были судороги. Но это вещество очень быстро выветрилось из организма, то есть оно оказало очень быстрый, мгновенный, серьезный эффект. Дело могло закончиться летальным исходом. Но анализ провести было сложно, через уже там двое суток, условно говоря, это все вышло естественным образом из организма, и было трудно провести анализ. Но сейчас, когда Навального плохо, да, то сейчас можно взять анализ у него и в нормальных лабораториях, в независимых лабораториях сделать анализ того, чем действительно был отравлен Навальный. Для того, чтобы можно было какое-то там противоядие, да, вот этот антидот применить, для того, чтобы можно было назначить грамотное лечение и так далее. Это все сейчас максимально важно. И сейчас очень важный момент, да, не завтра, не послезавтра, именно сейчас, когда Навального так плохо, он находится в стабильно тяжелом состоянии в коме и на искусственной вентиляции легких, именно сейчас это надо делать. И это хорошо понимает Кремль. Ровно поэтому публично они говорят, мы желаем выздоровления, как любому гражданину, да, Песков заявлял, мы считаем, что мы, там, мы, там, давайте транспортировать еще что-то, а фактически, да, не желают они здоровья, фактически они же это организовали. Сейчас они запрещают транспортировку, сейчас они запрещают адекватное лечение Навального. Поэтому спасибо большое всем клиникам, которые за границей, которые готовы принять на лечение Навального. И большое спасибо Анастасии Васильеву и другим врачам, которые сейчас, сегодня, в спешном порядке связывались со своими коллегами, там, да, и по стране, и зарубежным коллегам, для того, чтобы организовать это необходимое лечение для Алексея Навального, которая сегодня была отравлена. Сейчас я, наверное, буду завершать свой эфир, и опять же, то есть, пока новостей каких-то положительных, обнадеживающих нету, мне очень бы хотелось бы за время эфира их получить. Я постоянно обновляла свою ленту и следила за тем, что вот, наконец-то, сейчас мы, наверное, узнаем, что Навальному стало легче, но ничего мы такого не узнали. К сожалению, Навальный по-прежнему находится в тяжелом состоянии. И сейчас, как много раз говорила Азия во время этого эфира, сейчас не нужно бояться, не нужно паниковать, нужно взять себя в руки и продолжать бороться за будущее нашей страны, как говорится, за себя и за того парня, регистрироваться в умном голосовании, приходить на выборы в этом сентябре, они состоятся 11-13 сентября, голосовать по стратегии в умном голосовании, распространять информацию и правду. И этот эфир, и расследование Навального, и то видео, которое Кира Ярмышева спустила сейчас на канале Алексея Навального в Ютубе, нашем втором канале, рассказывать правду и ничего не бояться. Жоликов меньше, нас большинство. Рано или поздно мы победим. Надеюсь, что рано. Желаю здоровья Навального, желаю силы, поддержки его близким, родным, его, в первую очередь, конечно, жене Юлия, мужественная женщина. Хочу сказать всем, не отчаивайтесь, боритесь дальше, мы обязательно победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова